Наконец-то появилось то, что реально облегчит жизнь родителям. Инновационный биометрический генетик-тест, созданный учеными Академгородка города Новосибирска. Этот уникальный тест по отпечаткам пальцев сможет лучше понять личность человека. И сегодня у нас есть возможность проверить это. Мы рады представить вам Нелли Протодиаконову, специалиста по дерматоглифике. Доброе утро. Доброе утро. Нелли, давайте мы в двух словах объясним нашим телезрителям, что за сложное такое слово «дерматоглифика». Да, дерматоглифика от слова «дерма» – это кожа, глифы вырезать. То есть это наука о кожном рисунке. То есть, грубо говоря, отпечатки пальцев, и по ним можно определить личность, характер человека, да? Да. Но сегодня мы будем говорить о том, что по отпечаткам пальцев мы сможем предугадать будущую профессию ребёнка. Всё правильно, да? Вот в каком возрасте можно уже сделать такой тест? Тест вообще этот можно пройти от годика и старше на всю жизнь, отпечатки пальцев не меняются, генетика закладывается ещё в внутриутробном развитии. И то есть уже, когда ребёнок чуть-чуть подрастёт, уже можно сказать, кем он в будущем будет. Кему легче всего, кем лучше всего ему будет вообще, кем работать. Кем легче всего, чтобы он… А как это всё происходит? Можно ли мы сейчас вот это проверим на Виталии, да? Как будто бы вот Виталий сегодня у нас… Школьник. Школьник, да. Или 4-летний ребенок. В общем, мы уже схитрили немножко и почти что все руки мои отпечатали. Нужно все пальцы обязательно, да? Большой палец остался. Давайте мы покажем телезрителям, как это делается. Вот есть сканер, мы сюда прикладываем пальчик, здесь у нас выходит узор, который нужно определять. Мы вот эти узоры, и потом как бы программа их считывает, да? По ним и определяется. Определяет узор оператор, то есть я определяю узор. Всего в мире существует всего 3 вида узоров. Какие? Это, если здесь можно приблизить, это дуги, петельки и завитки. Завитки у нас люди-мыслители, у них очень сильный мозг, очень много извилин, они хорошо работают в таких жестких условиях, обрабатывают очень много информации, это ученые такие. Петельки у нас люди-коммуникаторы, общительные, умеют хорошо ладить с людьми, гибко приспосабливаются под разные обстоятельства, то есть они легко вот меняются, скажем так, да, более легче меняются. И им лучше такое более свободное, свободные виды работы. Профессии, да. Это дуги. Дуги у нас люди, это больше творческих профессий или же ремесла, рукоделие, а также это очень хорошие руководители и управленцы. Ну, конечно, в каждой, просто каждый отпечаток может быть и управленцем, но он будет вести себя по-своему. А может быть такое же, допустим, на большом пальце у меня завитки, а здесь дуги, да? Очень редко встречается, да. Но может. Да, завитки и дуги на одной руке, ну, как бы на одного человека редко встречаются. Ну, хорошо. Вот мы отпечатки мои уже в программу завели, что дальше происходит? Так, сейчас мы нажимаем кнопочку «Результат» и выходит моментальный результат у нас. Информация выходит на 15 страницах. Эти страницы я даю на флешку обычной клиенту. А получается, что таким образом можно же определить не только, да, вот будущую профессию, а если говорить, как бы, о ребёнке, то есть какой кружок выбрать, да? Можно имутанцию или английский язык. И, соответственно, можно выбрать, какой предмет выбрать, если сдаёшь экзамен, да, старшекласснику. Именно здесь, в этом тесте, как раз и выйдет, какие виды, естественно, научное или гуманитарное, или математическое направление выбирать. Прямо в процентах выходит. И в итоге у нас Виталий как? Завитки у него или дуги? Учёные. Виталий, судя по пальцам, учёный, очень серьёзный, очень умный. Лидерские качества у него есть явно. Он очень человек заботливый, ответственный. Но у него очень неординарный. Вот вы сказали, да, что дуги и завитки. Вот он такой человек, у которого есть и дуги, и завитки. Он очень творческий. Он очень творческий. Очень творческий. Я знала, Виталий. Так, ну вот у нас пообразов... То есть выходит вот такой вот тест, тут выходит у нас в процентах виды образования, рекомендации. Всё это выходит на 15 страницах, очень много информации. А насколько вот этот тест, он соответствует комментариям и психологическим тестам вообще? Вот насколько вот они... Профессиональные психологи нашего города уже его давно оценили. Они присылают ко мне людей, сами тоже используют такой тест в определении. Они подтверждают, что... Они подтверждают, что он очень эффективный. Также он дает точную информацию больше 94%. А вот кого больше всего, ну, скажем, в нашем городе, да, завитков там, ещё кого-то там сказали, дуги? Больше завитков, потому что мы нация всё-таки больше восточная. Вот у нас очень много завитков. Европейцам больше дуги, например. То есть от национальности тоже зависит от того, что больше там завитков и... Да, вот смотрите, например, у еврейской национальности очень много завитков. Украинцев завитки, да, получается. Японцы завитки, якуты, вены завитки. Ну, то есть вот мыслители, люди, любящие жить там. Очень высокий уровень самостоятельности. Ну что ж, огромное спасибо, Нелли, за интересную такую познавательную беседу. Действительно стало любопытно, кто же я, туга, завиток или в третью... Петелька. Вот, да. Ну, это же можно узнать сейчас во взрослости и потом определить, подходит ли мне эта профессия или нет. Ну, на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Увидимся уже завтра, ровно в 7 часов утра. Не забудьте настроить свои телевизоры на наш канал, чтобы вновь поднять себе настроение вместе с новым днем.